Меня давно не было в Ачамчирах, тем более накануне Дня города. Праздник большой будет в Ачамчирах, мне очень приятно здесь находиться. Но прежде чем мы о важных вещах будем говорить, я хотела бы, чтобы ты немного рассказал о себе. Как тебя зовут? Представься, расскажи, откуда ты? Меня зовут Буава Лев, я из города Ачамчира. Я здесь родился, вырос, моя семья из этого города. Я всегда хотел поблагодарить, во первую очередь, за предоставленную возможность высказать свое мнение, пообщаться с вами. Я вырос в городе, окончил русскую школу номер два, затем поступил в Абхазский государственный университет, окончил экономический факультет, магистратуру окончил в Российском экономическом университете имени Ханова. Затем вернулся сюда и... То есть у тебя высшее образование? Да, у меня высшее образование. Финансы. Финансы. Наша тема сегодняшней встречи, да, она касается апартаментов. Но меня немного удивило, что молодой человек твоего возраста, да, вот решил высказать свое мнение. Я так понимаю, что оно у тебя не просто какое-то эмоциональное, а с неким таким анализом. Значит, ну скажи, давай начнем с самого главного. Как ты относишься вообще к этой идее? Если хорошо, то почему, если плохо, то тоже почему? Инициатива по внедрению апартамента в Республике Абхазия у меня в первую очередь вызвала очень негативную реакцию. Затем, когда я уже осмыслил данный законопроект, изучил его в рамках своей работы, трудовой деятельности, у меня возникло настолько большое количество вопросов, что я не смог занимать больше пассивную позицию по данному вопросу и стал разбирать более подробно данный законопроект. И на мой взгляд, с точки зрения экономической, выгоды из него для Республики Абхазии, как и для граждан, сложно наблюдать. То есть ее нет? Ее нет, на мой взгляд, да. Ее нет в долгосрочной перспективе, по крайней мере. То есть, если бы эта история принималась бы, этот законопроект, эта инициатива, она преследовала бы долгосрочные цели, то те условия, которые сегодня прописаны там, на мой взгляд, они не соответствуют данному направлению развития нашей страны. Я так понимаю, что ты все-таки этот вопрос достаточно глубоко изучил. Насколько? Поделись своим мнением. Людей, которые против строительства апартамента в Абхазии, их много. Да. Значит, многие из них все-таки говорят об этой проблеме с точки зрения, значит, там, демографии и иных аспектов, да. Я так понимаю, что ты все-таки с точки зрения экономического какого-то анализа. Расскажи. В первую очередь, первое, что возникает, это появление большого количества новых собственников. То есть это огромный проект, который позволяет человеку приобрести, помимо того, что апартаменты, так называемые, оно не подходит под категорию жилья, но оно предоставляет право собственнику осуществлять коммерческую деятельность. То есть регистрируя какой-либо бизнес, он имеет право сдавать данные апартаменты в аренду, что в первую очередь самую уязвимую и самую важную отрасль нашей республики, такую как туризм и аренда жилья, ставит под серьезную угрозу. Поскольку строительство апартаментного комплекса, оно просто вытеснит наших абхазских предпринимателей, мало всеми, которые имеют какое-то жилье под сдачу. Это просто создаст для них невозможные условия для конкурирования, на мой взгляд. Это вот в первую очередь, что вызывает серьезные вопросы. Помимо этого, вообще, поскольку это сопутствующий бизнес, они наделены будут правами создавать различные анклавы. То есть это сопутствующий бизнес, который не только будет связан с арендой жилья, это и создание продуктового магазина, условное фитнес-центра для жителей данного комплекса. Таким образом, это будет такая закрытая экосистема, в которой спрос жителей которых будет удовлетворяться там внутри. Соответственно, граждане Абхазии, предприниматели, которые занимают те или иные отрасли в сфере торговли, в сфере общепита и тому подобное, они будут лишены основного источника заработка. Будет просто сумасшедший перевес в сторону иностранных инвесторов, у которых, как мы знаем, намного больше финансовые способности. То есть они могут ожить или непосредственно предъявляющие спрос на эти апартаменты, это, к сожалению, будут не жители Республики Абхазия. Поскольку на сегодняшний день мы прекрасно знаем, что цены на жилье и так неподъемные, а при появлении апартаментов, то есть это общемировая практика, известно, что появление апартаментов в городе ведет к тысячекратному увеличению цен на жилье. Тысячу процентов, то есть поэтому появление апартаментов просто абхазский житель, абхазский народ не сможет представлять платежеспособный спрос на данное жилье. То есть молодые семьи, выходцы из села, те, кто собираются создавать свою семью, они сегодня сталкиваются с проблемами. Как известно, у нас в панковской системе кредитная система не развита и не выдаются какие-то кредиты для приобретения жилья. То есть это совсем другая проблема и она никак не бьется с инициативой по апартаментам. Таким образом мы просто лишаем будущего поколения возможности приобретать жилье, выезжать в города и создавать свои семьи. Это вот с точки зрения недвижимости. А в целом вообще, если мы, ты употребил слово анклавы, мы уже слышали. Да, да. Значит, у нас есть инвесторы, которые именно так представляли свои инвестиционные проекты, обозначали как анклавы. То есть фактически на территории Абхазии, да, и в твоем любимом Ачимчирском районе, значит, появятся анклавы, закрытые территории, жителям нам, туда будет нельзя, а им не будет необходимости выходить к нам, то есть все, что им необходимо будет внутри. Ну, насколько это вообще рационально с точки зрения вообще государства? Вот анклавы-то, другими словами, экономическими терминами выражаясь, это вертикально интегрированный инвестиционный проект. То есть рыночная экономика у нас в стране существует, и когда есть платежеспособный спрос, возникает и платежеспособное предложение. То есть когда будут построены эти апартаменты, у жителей этих апартаментов появится необходимость ходить в магазины и тому подобное. То есть это полная свобода действий, которая позволит их оградить от абхазских предпринимателей. И, грубо говоря, магазин, который продавал нам сегодня, продает нам сегодня по одной цене те или иные продукты. Продукты первой необходимости, они завтра, поскольку при появлении более состоятельных граждан и людей с толстым кошельком, они увеличат свои цены непропорционально нашему доходу. То есть для нас станет очередным вызовом поход в магазин за продуктами, не говоря уже о том, чтобы конкурировать с этими анклавами, с этими проектами в тех направлениях, которые они захотят у себя развивать. То есть, на мой взгляд, если я буду мыслить как начинающий предприниматель, у нас сегодня в стране есть программа поддержки малого и среднего предпринимательства, но она не в состоянии в полной мере обеспечить или выдать на кредитной основе сумму, необходимую для реализации малого проекта. То есть ты должен иметь собственный капитал. А как он будет формироваться, если у тебя одно из наиболее приоритетных направлений, такое как туризм, отнимают? То есть с этой точки зрения тоже серьезная проблема, которая меня лично беспокоит, как человека, который видит свою жизнь в республике Абхазия, в городе Ачамчира. Если резюмировать все то, о чем ты сказал, я поняла, ты категорически против. То есть ты считаешь, что это несет некие угрозы, это несет некую для нас опасность, скажем так, экономическую, финансовую, иную. Но есть люди, которые считают, что если немного видоизменить, если немножечко откорректировать, что-то подправить, какие-то острые углы смягчить, то в принципе этот законопроект принесет нам, всем жителям Абхазии, жителям Ачамчира, Ачамчирского района, вообще всем, значит, несметные богатства, мы будем все трудоустроены и так далее. В общем, у нас какие-то сказочные такие пенсии, доходы вдруг станут, как ты думаешь? К сожалению, я так не считаю. С точки зрения демографии я не буду высказываться громко, поскольку я не специалист данной области. Однако у нас есть прецедент, у нас есть история наша, аналогию с которой несложно провести, подумав об апартаментах и о том, что было ранее. То есть наступать на свои и те же грабли, я считаю, бессмысленно. По поводу создания рабочих мест, вот это одна из тех выгод, которую они выдвигают на передний план, якобы абхазское население на этом будет зарабатывать. Но, к сожалению, это я не с неба беру, это я изучил международную практику, это Таиланд, это Армения, Перу. То есть это во всем мире есть такой прецедент, при котором создание рабочих мест не возникает для жителей и граждан, для граждан данной страны. То есть абхазский житель, он будет претендовать лишь на максимум, на мой взгляд, это должности низшего звена. Человек будет нанимать себе знакомых и культурно, и просто по духу людей, которые будут его обслуживать и обеспечивать его всем необходимым. Более того, они просто их привезут вместе с собой и будут совместно получать от этого выгоду. Другим также преимуществом, которое называют якобы, это поступление огромного количества денежных средств в бюджеты районов, республики и так далее, которые позволят всем стать на ноги. К сожалению, у меня вопросы серьезные возникают и к этим расчетам, поскольку на сегодняшний день у нас есть законодательство, закон об инвестиционной деятельности Республики Абхазии. В данном законе у нас предусмотрены льготы иностранным инвесторам до 8 лет в зависимости от уровня вложений, при которых они освобождаются от налога на прибыль и от налога на имущество. То есть этот закон был принят довольно-таки давно, я считаю, что его тоже необходимо реформировать с учетом сегодняшних реалий, но он не отменяет действия закона об апартаментах и об арт-отелях. То есть мы, предлагая иностранному инвестору серьезные привилегии при строительстве этих апартаментов, связанные с налогом на добавленную стоимость и так далее, мы еще и даем ему возможность не платить налог на прибыль и налог на имущество последующие 8 лет. То есть это, получается, основной источник дохода в налоговой системе мог бы поступать от купли-продажи этих самых апартаментов, но его не будет после выхода их в эксплуатацию. То есть тогда я не понимаю, но есть единственный, который они называют, это так называемый сбор собственников апарт-отеля. Этот сбор собственников апарт-отеля, приблизительные расчеты были приведены и, на мой взгляд, даже если будет сформирован фонд и нагрузка, которая возникнет на нашу налоговую систему, она выдержит, точнее, эту нагрузку. И будет стопроцентная собираемость, в чем я очень сильно сомневаюсь ввиду объективных причин. Мне кажется, что этих денег не хватит на реализацию, развитие предпринимательской деятельности местных наших предпринимателей, на развитие в целом районов, поскольку эти все средства уйдут на инфраструктурные проблемы. Они уйдут на расширение штатов, МВД, МЧС, поскольку появится огромный пласт населения, который будет создавать спрос на это, на житие. То есть поскольку ты человеку даешь легальное право здесь существовать, здесь находиться, у него, естественно, возникнут и потребности, которым ты их обязан обеспечить. То есть сегодня мы знаем нашу плачевную ситуацию с электроэнергией, мы уже десяток лет, наверное, испытываем и вообще не прекращали их испытывать, и с каждым днем ситуация ухудшается. Ну, это первое. Второе, это ситуация с водоснабжением. Это все сумасшедшие нагрузки на это все возникают. Третье, это ситуация в целом с инфраструктурой, с архитектурой города, это создание парковочных мест, это огромное давление на дорожный трафик. Так, наша республика не готова на сегодняшний день, на мой взгляд, опять же, к подобной инициативе, мы попросту ее не выдержим. Мы берем на себя обязательства реализовывать данные проекты, и мы просто их не сможем выполнить. А если мы можем их выполнить, то тогда, я считаю, что необходимо этот законопроект отодвинуть вдалеко, в дальнюю полку и заняться решением этих проблем для граждан, которые уже живут здесь, а не для тех, которые приедут сюда и будут просто оттягивать на себя сумасшедшее внимание. И, учитывая, что это будут исключительно коммерческие отношения, люди будут требовать по-другому, не в отличие от лояльных жителей граждан республики, которые терпят и болеют за эту страну. Они не будут болеть за эту страну. Вот это вот с точки зрения именно данного сбора. За небольшое время ты назвал ряд очень важных моментов, которые, ну, в принципе, сразу объясняют, что этого делать нельзя. Ни о каких апартаментах сейчас говорить нельзя. Ну, и ввиду состояния страны, ввиду состояния нас всех. На твой взгляд, раз все-таки такая инициатива есть, то это делается, как ты думаешь, исключительно для граждан республики Абхазия? Ради нас? Мне сложно об этом говорить, делается это ради нас или нет, но условия, которые описаны в данном законопроекте, которые были озвучены, они сделаны только для иностранных граждан. И не только граждан, а в целом для создателей этих апартаментов, то есть это для крупных предпринимателей, бизнесменов, которые вкладывают свои средства и очень за короткий срок, по существенной наценке, их отбивают себе. Их ответственность на этом заканчивается. Вот это меня больше всего беспокоит. То есть человек берет большую маржу, приобретает огромную выгоду, и он не несет ответственность. Дальше уже появляются мини-собственники этих апартаментов. И я считаю, что у нашей республики на сегодняшний день хватит возможности проследить за каждым и обеспечить эффективное функционирование этих апартаментов.